День с толком Смотрите в этом выпуске. Две трети краевого бюджета на следующий год отдадут для социальной сферы. Алтайскому медуниверситету 65. Мы заглянули в лаборатории вуза. Теперь известно, кто будет ремонтировать старый мост в Барнауле. Бюджет алтайского края на следующий год запланирован социально ориентированным. Об этом заявил журналистом министр финансов алтайского края Данил Ситников. На содержание здравоохранения, образования и прочих социальных сфер потратят более 70% бюджета. Министр подчеркнул, что вне зависимости от окончательной верстки бюджета сохранят все социальные выплаты. Более того, они будут индексированы. Индексируются выплаты, связанные с предоставлением гражданам жилищно-коммунальных услуг. На темп роста жилищно-коммунальных услуг в данном случае он планируется на уровне 4%. Увеличивается ЕДВ сельским педагогам, увеличивается ЕДВ сельским специалистам. Также на темп роста жилищно-коммунальных услуг увеличивается. Размеры детских пособий, рассчитыванные исходя из прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2019 года до суммы 10203 рубля. Это также рост на 4%. Отметим, в этом году краевой бюджет впервые обсуждает широкий круг экспертов, в том числе краевые депутаты. А фракции вносят свои предложения для новых пунктов финансирования расходов края. 24 октября в Барнауле состоятся публичные слушания по проекту закона. Обсудить вопрос ждут всех желающих. Несколько алтайских организаций стали победителями фонда президентских грантов. Так, Организация защиты прав животных «Котопес» из Рубцовска получит более 800 тысяч рублей. Руководители приюта, кстати, отдали целый дом для передержки кошек. Сейчас там живет 25 животных. Котопес их отлавливает, лечит и пристраивает в добрые руки. Президентский грант сейчас как нельзя кстати. Президентский грант пойдет на крышу и пойдет на обучение зооволонтеров. Нам надо обучить школьников, молодежь. Мы планировали обучить 160 человек. Еще один грант получил Барнаульский приют «Ласка». Здесь сумма уже внушительная. Почти 3 миллиона рублей. Приют представил проект-пункт бесплатной стерилизации под названием «Только желанные щенки». Такого в Барнауле пока нет. «Ласка» намерена стерилизовать не менее тысячи животных. Пункт откроют в феврале 2020 года. Алтайский государственный медицинский университет отмечает 65-летие. Его профессора и выпускники положили начало медицине региона. Исследования и разработки в УЗИ велись всегда, хотя и не были основной деятельностью. Но в преддверии праздника расскажем именно о них. Это участники эксперимента. Именно на крысах в медуниверситете проводят доклинические исследования нового препарата для лечения мочекаменной болезни. Группа ученых над лекарством работает уже несколько лет. Сейчас трудятся по госзаказу, что гораздо быстрее и эффективнее. Будущий препарат многие врачи уже ждут, ведь до сих пор самый действенный способ лечения этой болезни – дробить камни. Данная разработка, она после всех этапов доказательства, конечно, и выхода на соответствующее использование практическое, она в первую очередь будет призвана повысить эффективность амбулаторного лечения, то есть чтобы людей можно было меньше, реже подвергать госпитализацию. Ученые работают ежедневно. Когда лекарство начнет оказывать реальную пользу, пока неизвестно. Этот процесс всегда длительный. А эти аппараты пользу уже приносят. Их здесь 89. Находятся они в лаборатории, которая в медицинском вузе появилась три года назад. Задача очень простая – оценить, как действуют вредные факторы на человека. Причем на человека не только на рабочем месте, но и в повседневной жизни. Вот, к примеру, как на вас действует ваш сотовый телефон. Миф, что сотовый телефон является радиоактивным, ученый развеял буквально за несколько секунд. Говорить языком цифр не будем, для обывателя они непонятны, но вывод очевиден. Приближаем плотную, обратите внимание, значит, цифру. Что-то даже уменьшается. Да, то есть здесь существенного изменения не произошло. Также и с компьютером. Находиться вблизи ноутбука – это тоже засвидетельствовала аппаратура, оказывается, совсем не вредно. Ученые лаборатории также исследуют наличие опасных веществ в воздухе и воде. А этот прибор очень эффективен при обследовании большегрузов. При выезде машин за пределы края проводится их радиационный контроль. Сейчас в медицинском вузе работает более 300 кандидатов и сотня докторов наук. Их ректор университета сегодня назвал «элитой». Хотя наука – это не главное направление в вузе. На первом месте образования своеобразным подарком ученым к юбилею станет появление вивария – отдельного помещения для животных. Но помните, тех самых для экспериментальных исследований. Средства есть, выделенная земля, выделенные проекты. И мы хотим построить виварий, соответствующий всем не только нашим российским, но всем международным требованиям. Возможно, появление нового вивария ускорит не только исследование нового препарата для лечения мочекаменной болезни, но и позволит вплотную заняться другими разработками, которых у ученых медицинского еще достаточно. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Подряд на ремонт старого моста в Барнауле без конкурса отдали депутату Единороссу. Аукцион отменили, потому что заявку подал лишь один участник. Это Барнаульское ДСО-4, которым руководит депутат КЗС Николай Данилин. Свои услуги компания оценила почти в миллиард рублей. Это была начальная, максимальная цена контракта. Видимо, в Барнаульском ДСО-4 были уверены, что конкурентов у них не будет. Поставщику необходимо заменить дорожное покрытие, отремонтировать опоры, поставить новое освещение и не только. Работы будут идти два года. На это время мост закроют для движения. Случится это уже в декабре. Добавим, уже несколько лет барнаульцы боятся ездить по этому мосту. В ГИБДД даже заявили, что конструкция опасна. Следующая история про барнаульскую семью, состоящую из мамы Ольги и 4-летнего Антона. У ребенка эпилепсия, он инвалид. Но вставать в очередь на квартиру они не могут. У них нет статуса малоимущих. Получить его сложно, а условия почти невыполнимы. Например, многим мешают выплаты по инвалидности. Их сумма обычно превышает положенный доход семьи. Так случилось и у Ольги с Антоном. 20 тысяч рублей они тратят в основном на лекарства и аренду квартиры. Как выживают мама и сын, они сами расскажут. Меня зовут Заболотина Ольга Михайловна. Моему сыну 4 годика. Заболевание у нас эпилепсия. Мы снимаем квартиру здесь. Я подрабатываю, чтобы нам хватало и покушать, и одеться, и обуться тоже ребенку приходится. Так, сейчас сошьем куртку. Кирилл сломал замок. Кирилл сломал замок. Также я подрабатываю маленькой нянечкой. То есть, девочки, например, есть особенные дети тоже, которые мама заболела, и тоже не с кем оставить ребенка, как мы вот с Антошей. Но единственное только, что с Антошей у нас никто не остается. Его все боятся. Потому что, когда начинается приступ, и девочки наши на площадке это все видели, естественно, друг другу все передали. То есть, как, что это? Они, Оленька, мы не то, что мы не хотим, мы просто его боимся. Мне уже 46-й год. Ребенок у меня, он один, и я о нем задумалась. И боюсь, что, ну кто знает, кому сколько. Вот только из-за этого. Пока я жила одна, у меня тоже не было жилья, не было ни родителей, ничего. Я снимала квартиру, и я об этом не переживала. Сейчас, вот второй год подряд, я переживаю. Потому что здоровье уже очень не то. Но об этом не стоит даже. Поэтому мы первый раз обратились в МФЦ, сдали документы. Нам пришел отказ. Нам объяснили, что у вас доход, это ваша зарплата. Как понять, наша зарплата? У меня доход, например, по уходу, мне с 1 июля добавили 5 тысяч. То есть, у меня теперь 11. Я считаю, что да, нормально. Мы эти 11-12 отдаем за квартиру. Получается, 14 у него. Но это же, чтобы лечить его, а не кушать и одеваться, обуваться. У нас все уходит в него. Поэтому вот, он как нам говорили, что не овощ. То есть, из 10 или из 20 человек, нам даже врач утвердил, говорит, понимаете, 2 ребенка вышли очень легко из синдрома Весты. Сейчас оно маленько у нас опять возвращается. На фоне чего, мы не можем понять. 4, нам больше. Нет, ты не болеешь, у тебя все хорошо. Мы надеемся, что условия статуса малоимущей все-таки пересмотрят. Тогда Ольга и Антон смогут рассчитывать на свое жилье. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи.